ДИМАНТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Аккуратно. Давай, доделывай, Артем. Доделывай, доделывай. Сейчас просто посмотрим, что ты, Диман, сделаешь. Вот ситуация условий, Диман. Артем, не дыши, не дыши. Да я не дышу, я просто делал. Ты ему побери. До него залезай. Горку залезай. Залезай, залезай. Диман, ты можешь спокойно вылезти. А я бы поймал. Поймал, поймал, поймал. Поймал, поймал, поймал. Да-да-да-да. Залезай на него. Залезай на него, залезай. Давай, давай, напусти. Диман, надо было на Артема резко садить. Я ему ногу пытался сошить. Не, ну хорошо его переловил. Давай, Димарик, дальше. Еще пока не сдается дальше. Я сдаюсь. Нет, русские не сдаются. Давай, вперед. Только начало самое пошло. Еще минут 15 есть у тебя. Хочу пропотеть. Ну а как ты хотел, братан? Ну ты по родину защищать. Ну куда деваться? Там все, жизнь надо этому посвятить. Сейчас Артем тебе как даст. Диман, лицо закрывает. Перекрывай. 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 Диман, ты кони ударил. Давай, играем все нормально. Тихо, тихо, тихо. Раз, два, три. У меня же просто так не сделал. Диман, сделай, я ждал дальше. Диман, сделай. Я ждал дальше. Диман, сделай. Столько секунд. Ну как бы, Артему же ему тяжело будет проходить. Ему надо только вот так закидывать. А ты, ты сам свою защиту, знаешь, так снимаешь. Вот так, вот так, вот так. Дай, тихо, тихо. Спокойно, все. А еще можно. Все нормально. А не, давай, тихо, тихо. Успокойся. А мне тоже тяжело. Тяжело. А еще можно, правда, бах, как бы конструкция жесткая держать. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Борьба, включинай. Диман, коняючи, барей. Другими то тело уже не так. Давай, давай. Так его она не вырубит друг другу. Можно пощать? Они щас хлистанут, кто-то кому-то не удалит. Похиди, подними, осталось ещё чуть-чуть. Потерпи. Потерпи. Мельница пошла ни фига себе. Он как будто вихрь. Вот там у тебя еще другой вихрь. В ноги, Артём, молодец. Забирай. Навали на него, Артём. Да, 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 да! Прыг! Догоняй, догоняй! Ох! Вот это поймал бы! Вот это бы колено бы там вообще прилетело бы вообще! Только на улице не делай! Убор сделать, знаешь, бы срочало бы, если бы делали кувырок, и вот этот момент еще бах ногой, может быть, все получилось бы как бы. Есть такая тема, допустим, там с хвангами. Раз, раз, раз! Бам! Так что можно делать, особенно на лоббе. Вот тоже Артем тебе прям как по-футбольному. А я, ну поймал. Чик, и все. Потому что можно просто поставить вот так вот и все. Если бы он выпрямил ногу, у тебя бы расстояния не хватило бы. А если бы как вот он повыкнулся, там бы точно бы прям и, знаете, в колокол бы на этом расстановился. Что делать дальше? Раз, два, два. А вы прикалили сейчас без головы? В плечах, ну по торпису, чтобы прямо ему страшно не было и тебе. То есть именно вы. Ну тренировка сегодня хорошая. Ну тренировка сегодня хорошая. Центр, Дима, займи центр. Да. Все, я тебе в кухню прописал. Ты не пойдешь думать. О, там уже сидит. Разбудем. Дима, борись, борись. Все, держи его. Держи, держи, держи. Ногами, ногами, ногами. Ай, блин. Артем, залезай на него. Дима, береги, береги. Крути, молодец. Стоп, погоди, нормально крути. Артем, залезай на него. Колено левое ставь на него. Колено левое. Ага, все, Дима. Залезай на него. Дима, ногу Артему возьми. Да-да, вот так, держи, держи. Артем, вращайся, залезай на него. Да все, Дима, выдушайся. Не души, дай вас. Артем, отпускай руки сейчас, залезай на него. Да-да-да, залезай на него. Да-да-да. Дима, выкручивайся с последних сил. Вот, нормально. Нормально, давай-давай. Да-да-да-да, покажи. Да-да-да, ногами, ногами обхватим. Ногами обхватим. Ногами обхватим, крути, Дима. Да, Артем, да, Артем. Иди, иди, Артем, быстрее. Взял, взял, молодец. Да. Садись, садись, садись. Ну, теперь просто... Можно будет дальше сделать? Ну, да-да-да, дам принимут, да-да. А назад ему Gran�. Держи. Держи... Держи... Садись, садись, садись на Артем. Ногу ставь на него, ногу стах на него, да. Прямо на Артёма старайтесь на живот съесть. Здесь можно было удачи сделать? Хоть малыш побледнел. Нормально всё? Нормально. Ну, красавица. Тяжело, а самая, блин, борьба такая энергоёмкая штука. Как она забирает вообще всё? Крутоту, какая полезная. Конечно. Всегда, надо с детства всегда бороться. Надо вот это всё в режиме. Ну, видите что, мы убираем человека в нашей современной реальности. В городах особенно. Всё, сейчас мы потихоньку собираемся. Димон, я пью. Молодец, Димон. Димон, он поднял пульс. Сейчас тебе надо... Да, сейчас тебе надо не лежать, а верить. Это твоя? Да. Вы должны уметь контролировать свой пульс. Нет, не понимаю. Дыши, дыши. Дыши, дыши. Дыши, дыши. Не останавливайся. Дыши. Это как по себе. Быстро побежал, надо чуть-чуть ляйтесь. Как и здесь. Всё. Дыши, дыши. И выдержи вот эти 10 пинут. Ну, это даже больше. Молодец. Молодец. Да, да. И не завтра, а 1-го числа. Не завтра. А 1-го числа. Нет, прошусь. Это первый день защиты людей. Первый числа. А вот здесь, наверное, чемпионат России. Чемпионат России. Фошар на воде там стоит. Такой. Где площадка спортивная. Комната России. Да, да. Комната России. Там всё встало. Всё встало. Всё встало. Всё встало. Да, да. День защиты людей. Там будет просто фестиваль. И не надо будет соревноваться как единственное. Там как-то надо будет провести мастер-классы. И показать историческую, силовую. И это всё встало. Такой, да. Там это всё есть там. Повазить по ходам. Девай-вы-будет. То есть укрепленные рассказали с ней. Где люди восходят. Федерации. Где вы восходите. Как вы восходите. Рассказать. Может, там будет. Так. Девчат опять-же. Они даже встало. Встало. Их. Их. Ах. Их. Давай все езжу другим камеру. Все постановят. У меня со временем. Как получается, я в 3 заканчиваю, и дать зал, то кто-то будет работать. Виновный. Виновный. Так же, парни, все так же оформить, все. Самое главное, появиться, все будет. Ну что, Дима, ты умирать не собираешься? Будешь там? Поздравляю. Нормально? Да? Ну, ты сейчас смотришь на зал, звихояркий. Очень, очень хорошо. Это вот как раз насыщение основания, ярких цветов. Ну, это может быть это. Да, по-разному связанному, опять-то, как-то стрессом, как-то не надо. Как-то не тянет. Неужели? Это пион, правда, это серое было. Да. А сейчас? Да, снова это я. Да. Да. А что это? Ну, а там, по которым, что же мы делаем? Это вот это. Это называется туннельное зрение. Да. Туннельное зрение, да. Калиферия, она... Что? Да. Ее? Да. Внимание. Это бывает. Да. Особенно, когда по башке там, в начале, блядь, точку с головой. Молодцы. Ну, смысл такой, Диман, ну сколько, блядь, тогда? Не дай бог, конечно, если когда-нибудь надо будет драться на улице, надо понимать, что, блядь, там вряд ли пожалеет враг. Даже бывает такое, что там с друзьями, все вот это, как бы, сходка идет, там все вот эти вот это, но, блядь, может быть такое, что, если не выдержишь, ну, ничто не изменится. Проигрывать надо уметь, сто процентов, и выигрывать надо уметь, но лучше держаться до последнего, что в общении. И очень часто бывает, что в третьем драться начали сначала морально в пассажире. Морально вдавливают, прям как еще, башку завязать, пытаются там, оскорбляясь, чтобы человека не было силы. И потом у нас все как жертвы, понимаете, только жертвы идут, да и да, и там по-разному. Поэтому не позволяйте так. Ну, а знаешь, какая штука? Допустим, кто-то чем-то оскорбляет маму. Тот-другой, если он воспитый парень, он не позволит это, и он уже, по-моему, будет разожиться, и не позволит это. В оскорблении же отправлено на нашему голове, вот это вот злобо, оно же совершит. Нервность не может, оно даже слухое, даже злобо не хорошо. Есть состояние ярости. Вот это как-то детям у животных, когда ядер, пашусь, но не реально понимать, что ядер, кто-то такой. И видите, там в любом обществе на тему работе, и я думаю, что в любом обществе. Вообще это нехорошо в любом обществе, а в юно тоже это нехорошо. Диман, так 50 раз обжаться и 25 раз обжаться. 100 раз обжаться. 105? Да, Диман, 25 раз обжаться. Ха-ха-ха! Братан, все, наверное, 25 раз обжаться. Ты куда? На чинкам от России по шкафу ты готовишься? Да. Да? Все, правильно. Бица, что ли? Бица, давай. Давай, ты... Манее поджимай. Как быстрее, 50? 50? 50 отжимай. А мне 20, давай, давай. Манее поджимай. Насчет 3. Кто-то играет, не дергает. Да, кстати. Я не знаю, девочки, а если нет. Насчет 3. Раз, два, пять. Дыши, Диманик, дыши, дыши. А если, ладно, немножко вместо сделает, то все у вас будет тщательно показать. АкуSirv Снегативного тщательно. И ешь tymа fut wsp. Дыши, Диман, спокойно дыши. Ты с ней мороженое не хотели бы давай уйдеть. О-о-о, балуaren. Дыман, спокойно, дыши, спокойно. Дружи, дыши. Дружи,... Взять в очке! Взять в половину! Отжимаешь, ты не жмёшь как удар делаешь, а тянешь ты как подтянешь, как возвращаешься Я еще очень быстро подтягиваю. Мне хватало вот так и останавливается Теперь надо 25 раз еще отдаться. Ключи нет и хочешь? Ненормально. А, ты 25 раз оттянешься? Нет. Я надеюсь, что все хорошо. Вот так надо. Денёвка, а все время ходили. Задима. Здравия. Сейчас я рад. Летто. Все уже. А в чем проблема? Ну нет и горит. Нам сейчас лето пережить и посмотрим, что дальше будет. Так, что тебе мешает так же заниматься? Ладно, не с кем пары. Попа по отжимался, поделась, возьми камешку, бросай. Все тоже в голове включи. Такая же тема. Как ты давно не дрался с Артёмом? Тем более. На улице. О, тем более? Ты что? Такой разминочный бой, да? Как было? Это не можно комбат? Больше, но перчатка. Ну, нормально. Пусть Димон до этого места больше ничего не дрались. Димарик, мы показываем. Остал соперник не брожить даже. Вообще увидеть. Улыбайся. Все идет по клану. Нам не всегда этот клан понятен, но сегодня все идет по клану. Маган. Это бас. Что там, какие-то новости, события, интересности какие-нибудь? Нету. Нету, никаких. Эх, эх, эх. Варим, как самочувствуем. Зазнание передней будет? Нет. Зато сегодня сон будет хороший. Да? Да, 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 да. Все правильно. А кто знает, Диман, может быть в недалеком будущем ты будешь заходить на танцпол, ненавязчивая, помахивая коленями. Коленями так вот. Типа это, знаешь, как? Колян же есть, который КВН, Колян вот так танцевал. Колян, пацаны. Реальные пацаны, да, вот это тип. Он же там в КВН, как он, этот, сбитый все выходил на какой-то конкурс на всякий бурет. Он вот так, что-то, коп-коп. Да-да-да, такую тему исполнял. Да, Димарик, зайдешь и все. Колян. Кино какие-то, может, вареньки смотрели, там интересно, как мультики. 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 Можешь чего посоветуете? Да, ничего не промыла. Внимай, ты не черный какой-нибудь? А, ну, это Никитова, да, не смотрит? Черный? Все. Смотрит всякие фильмы там, Никитова, а у нас не посидят? Нет, он не смотрит. Не смотрит он? Да, кто же мне говорил? Погоди, где-то... А, Егор Даришин! Всё, Егор. Это Егор там смотрел. Из сериала. Так, Варечка убираем. Я их даже снаружи чувствую, что там озеро только разлило. Четыре... Хо-хо, серонолинги! Какой-то сериал здесь! Я это, мотри, посмотрел. Сериалы тоже времени. Самианарки называются. Американские там про байкеров, как они там Белый дом штурмуют, что-то они там всех ебашат там. Какая-то дикая дичь. Ну, снято, наверное, прикольно так. Реалистично. Капец, у меня две пары, завтра зачем мне уехать? Сознание. Как я не знаю. Ну, которые на парк тебе дадут. Мне не интересны эти пары. У Вани... У Вани, разрыв между парами... Две пары... У нас уже сократили, мне завтра просто две пары, две первых. А что за предметы? История и ОБГ, да? Ну, ОБЖ это вообще тема охуенно нужная. Обще... Эээ... Общественный... 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 Что мне надо знать, я знаю. Безопасный... Если меня что-то заинтересует, я узнаю. Я понял. Во время атомного взрыва что будешь делать? Мне надо будет бинты на ОБЖ принести. Во время атомного взрыва? Я не помню. Тогда я сориентируюсь. Нет, ну... Зачем мне наперяда чем-то думать? Да ты что, братан? Это же как шнурки и завязывают. Ну конечно там всё. Всемуuir лучше столько времени. Я не помню какие научи... Вот, ну тебе же кто-то рассказывал, наверное, по шнурке. И сейчас пригождается эта умение шнурки завязывать? Шнурки рассказывать, а вам? Нет, не раскачать завязывать. Завязывать. Ну о-хуерное же умение шнурки завязывать. Не спорю, а вам? История важна в жизни? Ну, сто процентов. Знаешь почему? Сто процентов только свое? Не-не, сейчас я... Вообще в мире. Хорошо, сейчас я объясню, что значит термин «история» такое, это чье-то повествование о какой-то жизни, например, о жизни нашего народа или там о других. В общем, почему? Да, то, что сейчас они дают какую-то эту историю, это, конечно, очень много там пиздобольства. Но, зная, что нас окружает очень много пиздоболов, ты не сможешь дать возможность тебя в заблуждение вести. Меня с историей в школе, парни, меня с уроком просили уйти, либо чтобы я молчал. Я бы всегда задал вопрос, мне дедушки и бабушки рассказывали, идет история, я начинаю разговаривать. Я говорю, а так, и так, и так. Я говорю, как в одно и то же время в разных странах охуеть, какие крутые правители, мы же с собой не пересекались. Я говорю, блядь, так не бывает. Люди бы начали торговые отношения и там про все. Мирят Яшин, хорош. Я, наверное, рассказывал, когда хотели урок какой-нибудь за этого тормознуть, мне говорили серый, давайте начинаем спрашивать. И урок, короче, вообще не со мной, поэтому меня очень в школе любили, и я не согласавши не ходил в школу. Мне с радостью, что я ушел оттуда. Здесь другой момент. История, допустим, но вот ОБЖ, знание, как портянки наматываться. Вы портянки умеете наматывать? А, ладно, а этот, оказание первой медицинской помощи. Как там, бенозная, артериальная, кровопотеря, понятно. Да, вот здесь они проверили, используются. Ну, блядь, вот допустим, рука у какого-нибудь Магомедов, Магомед Магомедович, блядь, вот у него рука хуярит кровь из руки там или из ноги. Где перемендовать надо? Ну, допустим, из ляшки ебашенную кровь. Вот надо спасти, вот ты вообще его знать не знаешь, но просто жизнь его спасти. Вот тут у него, да, ебашенную кровь. Вот здесь перемотать. Так, на какое время? На час или два, в зиму на час. Не больше двух часов. Так, что надо передать? Сделать жгут эту по... Записку, записку, молодцы. Либо на теле нарисовать, либо на жгуте нарисовать дальше. Кто-то мог бы рисовать спасатели. Да, пометку ставить, какое время надо понимать. Ладно, хорошо. А если кровь черного цвета, темного цвета? Темно-бордовая. Не красная, а бордовая. Это значит, какое? Там же у нас есть артериальная и венозная. Это уже ленизвенная, значит кровь. Венозная пизда. Это значит, мотай, не мотай. Это уже внутреннее кровотечение. Не, 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 она внешняя, не внутреннее. Внутреннее кровотечение, можно что-то обнаружить там. Я перепутал, я имею в виду, ну вены, короче. Да, здесь такой прикол. В некоторых случаях нельзя перематывать, перетягивать. Надо тряпками завалякать, прям тут забить тряпками, все, перебинтовать нельзя. Потому что, например, нельзя спросить про на бедре, либо на шее. Прикинь, кровоток на шее, где перематывать? Пизда, нигде, нигде. Замотать тряпками, не пережимать, замотать тряпками, потому что это все, где не перетянешь, там юбнишься. А если, например, лимфоузел разорван подмышкой, что делать? Холодная, по-моему, просто переложить. Или как, наверное... Зеленки на лбу нарисовать. Да, там надо бинтовка, там не только жгуты. Вот ОБЖ, если вы будете этому преподавателю задавать нужные вам вопросы, например, ему говорите там, Иван Иванович, Дмитрий Дмитриевич, Артем Артемович, вот скажи нам, пожалуйста, нам интересно такое. Идет война в мире, давай на ОБЖ мы поговорим про оружие, про бомбы, про мины, про гранаты. ОБЖ, это же такой же признак, как у нас был, это основа безопасная лимфоузел, правильно? Ну и все, вы можете ему что угодно задавать вопросы по факту. Как танк подорвать, как мину подложить, там не знаю, как идете. А-а-а. Так у нас это будет данное дело. О, как костер рожить, блядь, эту тюпу спросить, ОБЖ. Почему я про атомный взрыв спросил? Потому что есть такая тема. Ну это с детства учили, как базовая война. Взрыв идет, первый самый момент. Ну да, рассчитать, понимать взрыв. Там палец, не палец, как посмотреть, что вот он, это первый вариант. Второй вариант, по-простому, лечь пятками к взрыву. Но будет от, время от взрыва до, например, если вот расстояние километр, пройдет от 10 до 15 секунд, пока взрывная волна не лезет. Короче, как молния. А? Короче, как молния. А, пизда. И знаешь, самое, не так страшен этот огонь и поток. Самое первое, что идет, это звуковая волна. Она нахуй, она кости выворачивает, там ебнешься. Перепанки лопнут. Все, там кости, они, блядь, разрушаются, звуковая волна идет. Поэтому надо лечь, прижать уши. И рот открыт. Пятками. Да. Ну вот просто лечь в землю, переться. Получится вкопаться за ебнешься, за 15 секунд я не думаю, что там что-то вырыть. Ну если ямка будет там, что там? Любое, Диман, любое. А если по городу за домами не видно взрыва? В городе за домами это пизда, Артем, когда. Снесет нахуй там, сносит все. Я просто к чему говорю, потому что, скорее всего, если какие-то вот эти вот улебаны захотят сделать, это будут либо маленькие атомные бомбы, ну которые, знаешь, так тактически... Чтобы мир не убить. Да, чтобы инфраструктуру, чтобы не разрушить разные там нужные предприятия, которые потом надо запустить. Маленькие тактические атомные бомбы, которые, ну город будут просто пшки и все ебать. Там километр, два километра. Поэтому повезет мне, если в эпицентр попасть, нахуй сгореть сразу и все. Не повезет, если, блядь, остаться под этим радиоактивным ебучим дождем, блядь, где кожа слезать будет. Посмотрите, кстати, в этом плане жесткий документальный фильм вообще никуда. Это документальный про Чернобыль, как делали. Как там людей, как они ебашили, блядь, вот это вот, убирали лопатами, сука, убирали вот этот уголь, грязь, землю. Представляете, с этого саркофага, еще когда стероль там разрушился, блядь, у них потом кожа отслаивалась от мышц, представляете? За несколько дней люди начинали там пиздец, лучевая болезнь. И это же лучевое излучение, где мы в медицинских учреждениях проходим, как называется? Этот рентген. Рентген. Такая же тема, радиация такая же, микроволновка такая же ебала. Она заставляет воду, действием в микроволновке, знаете как? Да. Она заставляет молекулы воды, атомы воды, двигаться быстро. Поэтому она разогревается в продукте. Поэтому все тоже, все вот такая же, такая же штукенция. Есть еще интересное воздействие. Есть средство радиоэхолокации и средство защиты. В общем, короче, делается импульс. Ну там, сигнал ультра, блядь, звуком каким-нибудь. где просто roti с ума сходит метит разгоняя демонстрация но есть как бы спасение специальные краски там были для белушек там тебя в затыке лучше все но из другой момент выпускает облачка такими как не облачком и звуковой волны как дым уб memes desse образу Pauline машиныrzy золоте людей, кишки, понос открывается, дрессун открывается, просто толку так разгоняется. Есть химические воздействия, там вот эти вот разные химические бомбёхи, там тоже они маленькие. Вдох делаешь, спасение от угарного газа. Знаете, как делается? Что надо сделать? С любой повязкой, там полотенце. Это когда-то добычная система. Намочить, потому что чем больше слоев будет, вот так вот слоев, тем на первом слое останется какой-то осадок на втором осадке, и повезет если там здесь и слоев будете, вот так вот мокрым продышаться. Еще хорошо. Не повезет, если эта культация поведет в глаза. Глазные яблоки, скорее всего, сожгут. Понимаете, какая штука? И вот это на ОБЖ, она вам обязана это все рассказывать. Конечно, Сергей Сергеевич, конечно, есть предмет, ну, например, сегодня мы проходим, там, какой-то урок, да, такое-то там задание делать, а ты можешь сказать, там, ну, Ольга Александровна, мне вот интересно будет, можно я там внеурочной спрошу вот вас, вот сейчас, ну, допустим, какую-то ситуацию и ты можешь у них смело спросить, она тебе по идее, если она адекватный преподаватель, ну, четко расскажет. Но я удивлен, что у вас женщина-учитель ОБЖ, а не мужчина, Сергей Сергеевич. Как бы обычно в этом плане мужчины все-таки ОБЖ предмет ввели. Серега тоже вот историю, да, Серега, ты не любил историю? Нет. И ОБЖ он не любил. У него тоже там тройки по урокам, ну, ничего, нормальный, выслать. Я о том, что история, я могу на нее прийти, но тема, которая мне не интересна, я ее не буду изучать. Что у вас по истории проходит? Все подряд. Ну, какое, 20-е столетие? Да, от начала до конца. А вам это зачем тебе в будущем, в твоей профессии история, она тебе нужна? А я о том же. Ну, ты у них спрашивал, зачем она? Историю автопрома. Испрашивал. Может быть, история автопрома, да, там, от Форда, от Форда. А ты... Как тебе скажут? Егор говорит, что если наступает действие, если мы учатся. Там матрофон, ну, типа, гипотез, бумага, надо будет сад. О, Серый, что узнал парням, расскажи сейчас? Ну, если что-то узнал, новое, не новое, там. Приехать тебе все в силе, в 4 часа, 1 числа, одна Некрасова. Все-таки первое, да? Все. Да, первое. Я что, уже завтра после. Да, это ничего страшного. 31 день забыл. Ну, все, будут благодарные письма каждому. Нам будет прошение, в том, что... А ты фамилии отправил, сказал, кто будет? Сказал? Я ему сказал, что будет, и он сказал, на всякий случай отправит мне еще список, и на то он все там передаст. Никиту Кулагину тоже впишите тогда. Да, да, всех впишу. Поэтому так. Там, у них что упадеть задача будет? Просто светануться и... Просто, чтобы показать, что на турниках, на брусьях, и между теми, кто там будет присутствовать, между участниками, провести небольшие соревнования по потягиванию и поджиманию. По пощачинам. Соревнования по пощачинам, блядь, провести. Нет? Нет? Как обычно? А, и... Это находится на Некрасово. Ну, набережная, да? Набережная. Рядом с набережной, там где-то площадка. Ну, Север, ну ты что забыл, где чемпионат России был? Ну вы что, парни? Нет, чемпионат России, это чемпионат области. Ой, чемпионат области там был. На Фокс-Звездных. Да, да, да. Это я, Димарь, когда-то, да? Чемпионат России. Вспоминай, где был. Чемпионат России. Чемпионат России. Чемпионат области. Дима, терпи, 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 дыши. Все, спокойно. Все, успокойся. Продышись, на, на водички попей. Нет? Кофе сейчас лучше не пить, потому что, может, это... Талая. Из-под этого. Ну, она уже разморозилась, все равно здоровье. Очень долго поролись. Да не знаю. По древене это долго. Артем его борол, борол. Иван его, Димарика, бил. Артем его бил. Никто его забить не смогли. Они его решили забороть. Пятером. Я сейчас в автобусе проснулся. Смотрю еще остановки. Дай зайти на камеру. Включаю камеру, и там картина. Артем сверху вот так. Вот здесь вот. Пиздится. Так, вы пошли? Да. На то же время. Все, парни, все, всего доброго. Да, все, мы сейчас тоже собираемся. Уходим. Димарь, все, соберись. Нормалек, все? Да нет. Спокойно. Все, парни, все, всем здравия. С наступающим летом, с днем. Если мы на днях не увидимся, то до первого числа, с первым летним днем, с днем защитника детей. Димарик, на сестру не ругайся. Артем, на брата не ругайся. Иван тоже, на кого не ругайся. Научиться ли его обожают, тем более. Что там, блядь? Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. До свидания. Все, парни, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ой, Сергей Геннадьевич, не начинай. Да, это тяжеловато. Я до такой степени за сегодняшний день. У тебя завтра ночь? Просто выжатый ремонт. Да, и мне завтра к шести на смену. А, обычно к семи. Обычно к семи. Но у меня сейчас меня тестируют. Все, ты сегодня же проходил? И сегодня проходил, и завтра буду проходить, и в следующие смены буду проходить, пока пять тестов не пройдет. Все, я понял. Ой, ну ты знаешь, мотивационные всякие волшебные заговоры, мотивирующие...